В соответствии с бюджетным кодексом, расходная часть республиканского бюджета была скорректирована путем увеличения на сумму неоплаченной части зарегистрированных обязательств прошедшего финансового года. В результате годовой план дефицита республиканского бюджета был увеличен на 11,1 миллиарда. В целом, с учетом скорректированных показателей, итоги республиканского бюджета сложились следующим образом. Следует сказать, что на первый квартал план мы составляли с учетом предстоящего уточнения бюджета. Поступления бюджета составили 1,24 миллиарда или 99,1 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тем не менее, поступления увеличились на 82,9 миллиарда тенге. По корпоративному подоходному налогу рост по сравнению с прошлым годом составил 12,4 процента. План по НДС на товары внутреннего производства практически выполнен на 99,4. Однако в отчетном квартале предъявленные суммы НДС были возмещены не в полном объеме. Соответственно, обязательства по возврату перенесены на предстоящий период. Это около 20 миллиардов. По распределяемым таможенным пошлинам план исполнен на 99,4. Уменьшение против прошлого года составило 2,4 процента. И причины здесь – снижение единого таможенного тарифа 23 августа 2012 года. Активы Национального фонда по состоянию на 1 апреля составили 10,8 трлн миллиардов. За три месяца Национальный фонд пополнен на 776 миллиардов. По итогам первого квартала из республиканского бюджета произведены расходы в сумме 3,286 миллиардов, что составляет 88,8 процента. План отчетного периода, в том числе по бюджету развития в сумме 125 миллиардов, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,9 миллиардов. В произведенных расходах бюджета преобладали затраты социальной направленности. Так, на социальную помощь, социальное обеспечение направлено 25,2 процента, здравоохранение – 11,5, образование – 7,3 процента от общего объема расходов. В целях повышения эффективности рынка труда, содействия в трудоустройстве малообеспеченного, безработного и самозанятого населения в 2013 году продолжена реализация программы занятости 2020. На реализацию программы выделено 6,8 миллиарда тенге, были выделены средства на развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности и качественного образования, а также на межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны и здоровья граждан. По исполнению поручения главы государства по обеспечению населения Республики доступным жильем и республиканского бюджета в рамках реализации мероприятия программы «Доступное жилье 2020» выделено 7,6 миллиарда. Вместе с тем хочу отметить, что не все администраторы бюджетных программ должным образом подошли к выполнению необходимых бюджетных процедур. Так, по состоянию на 1 апреля администраторами не принято обязательства на 1,2 миллиарда, что негативно отразилось на исполнении бюджета за квартал в целом. В связи с чем хочу привлечь внимание всех администраторов бюджетных программ о необходимости своевременного принятия обязательств по администрируемым бюджетным программам, так как это напрямую влияет на освоение. Необходимо усилить контроль и вести ежедневный мониторинг за освоением бюджетных средств. Отставание фактического исполнения республиканского бюджета от плана составило 162 миллиарда, из которых 10,5 миллиардов экономия, 3,4,8 миллиарда невыполнения договорных обязательств с подрядчиками, 2,5 миллиарда процедуры прохождения оплаты в международных финансовых организациях по займам, 30 миллиардов приостановления финансирования, связанного с оптимизацией расходов республиканского бюджета, 5,8 миллиарда несостоявшиеся конкурсы, 2,4,3 миллиарда несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, связанных с передачей функций и полномочий госорганов, 3 миллиарда несвоевременное принятие НПА, 9,6 миллиарда длительное проведение конкурсных процедур по закупкам, 20,9 и 2,1 миллиарда тенге незаключенные договора, 10,6 миллиарда необоснованное планирование и 1,9 миллиарда это по коммунальным и прочим услугам. Что касается местных бюджетов, то расходы местных бюджетов за первый квартал 2013 года без учёта погашения займов исполнены в сумме 568 миллиардов, что составило 90,3 процента к плану за отчётный период в сумме 629 миллиардов тенге. Объём недоиспользованных средств на местном уровне состоял 61,3 миллиарда, при этом наибольшее недосвоение средств отмечается по Астане и Алма-Ата, 18,1 и 7,1 миллиарда, соответственно, Монгостауская область 5,7 миллиарда, Акмолинская 4,8 миллиарда, Жамбылская 4,7 миллиарда тенге. За первый квартал текущего года в целях равной финансовой обеспеченности регионам было выделено из виткульканского бюджета 206 миллиардов субвенций. Кроме того, бюджетом областей городов Алматы и Астаны перечислены целевые трансферты на общую сумму 185 миллиардов, из которых местными исполнительными органами освоено 154,5 или 83,2 процента. По итогам отчётного периода отставание по освоению средств целевых трансфертов на местном уровне составило 31,2 процента, на слайде видно в разрезе регионов. При этом по упомянутой мною ранее программе занятости 2020 регионами освоено 4,2 миллиарда тенге или 62 процента. Выделенные в рамках юрализации средства направлены на профподготовку кадров. Из выделенных 2,6 миллиардов освоено 2,5 миллиарда, частичное субсидирование заработной платы, обучение основного предпринимательства, предоставление субсидий на переезд, обеспечение деятельности центров занятости населения, переподготовку, повышение квалификации кадров, молодёжную практику, переподготовку, повышение квалификации частично занятых наёмных работников, возмещение расходов работодателя на профобучение. Из выделенных 1,7 миллиарда освоено 1,3. Строительство приобретения служебного жилища, развитие приобретения инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Из выделенных 45,7 миллиардов тенге освоено только 17,5 или 38,3 процента. Строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и акушерских пунктов, расположенных в сельских населённых пунктах, выделенные 688 миллиарда миллионов тенге, пока ещё осваиваются. Кредитование на содействие развитию предпринимательства населения из 1,8 миллиардов освоено 0,4. По программе «Доступное жильё-2020» регионами освоено 5,4 миллиарда или 71,1 процента. По данной программе проектирование строительства приобретения участных застройщиков в арендных домах для граждан, состоящих в очередах в Акиматах и для молодых семей освоено 2,8 миллиарда или 88,7 процента. По областям вся информация на слайдах. Проектирование развития обустройства приобретения инженерно-коммуникационной инфраструктуры освоено 2,6 или 58,7 процента. По итогам трёх месяцев 2013 года дефицит республиканского бюджета сложился в сумме 38,8 миллиардов. Его финансирование было осуществлено за счёт внутреннего и внешнего заимствования. И в заключение также позвольте остановиться на итогах финансового контроля информация к дополнению об освоении. В рамках контрольно-ревизионной работы проведено 1205 контрольных мероприятий. Контролем охвачено 1115 объектов. Общая сумма нарушений бюджетного законодательства за отчётный период – 81 миллиард, финансовый – 51,7. По ведению учёта и составлению отчётности – 29,3 при проведении закупок – 63,7 миллиарда. В результате подготовки конкретных замечаний и рекомендаций по итогам контрольных мероприятий, исполнение представления объектами контроля состояло 90,8 процента от общего их количества. На основании направленных представлений отменены пересмотренные итоги по 46 процедурам госзакупок. Правоохранительные органы для принятия процессуального решения направлено 139 материалов контроля на сумму 22,2 миллиарда. В дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечены 979 работников проверенных объектов контроля и одно должностное лицо освобождено от занимаемой должности. За допущенные нарушения бюджетного законодательства и законодательства государственных закупков к адам ответственности привлечены 133 должностных лица, при этом общая сумма наложенных адам штрафов стояла 14,7 миллиона, из них поступило в бюджет 8 миллионов 100 тысяч. Благодарю за внимание. Вопросы.